Вчера обсуждали клинические рекомендации лечения рака пищевода и желудка и были высказаны некоторые положения, которые я сейчас созвучу. Думаю, все знакомы с результатами применения неволумаба с цисплатином и фторурацилом в лечении первой линии плоскоклеточного рака пищевода с ТПС больше единицы, но несмотря на эффективность данной комбинации, они никак не отражены в клинических рекомендациях наших Минздравов и Российской Федерации. Было бы неплохо все-таки эту эффективную опцию внести. Также хотелось бы уточнить в рекомендациях необходимость выполнения диагностической лапароскопии с забором смыва с брюшиной при поражении брюшного отдела пищевода. И вот насчет второго пункта. Во всех клинических рекомендациях указано, что делалось с пациентами с Р1-Р2 резекцией, если до операции лучевая терапия не проводилась, то есть там как рекомендуется лечение. Но про пациентов, которым на предоперационном этапе все-таки была проведена химолучевая терапия и операция оказалась недостаточно радикальной, тактика ведения никак не описана. И мы считаем, что было бы неплохо кратко это тоже отразить, чтобы пациентов не перелечивали, не пытались долечить. Что касается лечения рака желудка... Подождите, ну может мы тогда... Давайте сразу, а то потом оптом-то тяжело будет. Ну вот по первому исследованию эта опция химиотерапии цисплотинфторурацил с неволумабом, она представлена в клинических рекомендациях Русска, а в АОР не успела зайти, потому что они были приняты рекомендацией Минздрава в мае, а в июне только на АСКО были представлены результаты исследований. Поэтому в новую версию, ну я уверен, это исследование тоже войдет как опция с пембролизумабом при метастатике, и будет, в общем, эта химиотерапия действительно там представлена, этот режим. Можно дальше. По поводу необходимости диагностической лапароскопии при аденокарциномах пищевода, нужно ли или не нужно выполнять? Ну, я как понимаю, если есть в животе опухоль... Нет, на самом деле тут все по-другому, потому что аденокарциномы пищевода, хотя у нас формально С16.0, максимальный отдел желудка, перенесен в рак пищевода, рассматривается в объединенной группе, но, во-первых, конечно, нужно разделять, и вот то, о чем говорил Алексей Александрович, я чуть позже прокомментирую сами инновации с точки зрения как бы комбинированного лечения, но когда мы говорим про аденокарциномы пищеводного желудочного перехода, если это рак желудка, то есть ЗИВЕР-2, ЗИВЕР-3, тут лапароскопию делать нужно, потому что в группе максимального отдела частота перитениального канцерматоза будет значительно выше. Но если мы говорим про аденокарциномы пищевода, то было крупное немецкое исследование из той же самой группы ЗИВЕРТ, Штайн и Холшер, которое показало, что лапароскопию делать не нужно, потому что частота перитениального канцерматоза при раке дистальной третьей пищевода на фоне пищевода Баррата ноль. Не бывает перитениальных отделов, поэтому это ЗИВЕР-1 и есть. Это как раз ЗИВЕР-1 и есть, да. Смысла, это когда аденокарциномы дистальной третьей на фоне пищевода Баррата. Смысла в лапароскопии нет, то есть это уже давно прошедший этап, поэтому, я думаю, даже не рассматриваем его. Но, если, говорю, мы разделяем вот истинный рак желудка ЗИВЕР-2, ЗИВЕР-3 от ЗИВЕР-1, то при ЗИВЕР-2, ЗИВЕР-3 это делать нужно. Но, на мой взгляд, просто объединять максимальный отдел желудка с аденокарциномой пищевода, то, что делается в большинстве западных исследований, мы это видели в исследовании АКОРД, СЕЙМ, мы это видели в исследовании МЭДЖИК, этого делать категорически не нужно. Разные группы опухолей, разное прогрессирование, разный подход к лечению. Получается, что прописать это имеет смысл? Не имеет. Нет, секундочку, если мы говорим, там нужно отдельно так и прописывать. ЗИВЕР-2, ЗИВЕР-3, то есть рак субкардии и рак истинной кардии, лапароскопия – обязательная опция при переходе на пищевод. А если это аденокарцинома однестальной третьей пищеводы, ЗИВЕР-1, даже с переходом через пищеводно-желудочный переход на максимальный отдел желудка, лапароскопия значения не имеет. Вот так и нужно прописать. Это, на мой взгляд, очень хорошее замечание. Ну и опция по поводу, что делать с пациентами Р1, Р2, которые были прооперированы после химио-лучевой терапии, ну, наверное, действительно стоит указать. На мой взгляд, с ними вообще ничего пока делать не нужно. Они получили химио-лучевую терапию, лечение получили и остаются под наблюдением. Ну, когда запрогрессируют, тогда запрогрессируют. В общем-то, наверное, ничего ему уже не предложат на этом этапе большего. Но просто это не указано в наших клинреках, и действительно у врачей могут возникать вопросы, что с этим делать. И, наверное, это тоже имеет смысл указать. Лично я считаю, что это... Вопрос, чем обусловлено Р1, Р2. Если Р1, допустим, по линии резекции пищеводов, в связи с нерадикальностью, там, допустим, неправильно выбран объем операции. Пошли на операцию Льюиса, а надо было делать операцию Макьюин-Накаяма, то есть шейным моностомозом, экстерпация пищевода. Но тут, теоретически, там, в отдельных агрессивных руках можно, конечно, было бы, если у пациента по всем остальным признакам, допустим, Н0, по объему лимфодисекции при адекватном... Ну, если там только по линии резекции Р1, за счет внутри пищеводных, так называемых, кинжальных метастазов, скип-метазы, внутрисценочные, интермуральные метастазы, тогда еще, теоретически, можно обсудить. Но если у пациента совокупность факторов, или Р2 в связи с врастанием в аорту, в дугу аорты, или в левый главный бронх, тут, конечно, никакой операции речи и близко быть не может. Тут очень селективная группа, надо очень четко дифференцировать критерии. Ну, это все вопросы по поводу рака пищевода. Дальше бы хотелось перейти к раку желудка. В наших клинических рекомендациях хеликобактер пилори указан только как фактор риска развития рака желудка, но необходимость проведения ее эрадикации, она не указана. Здесь приведены результаты метанализов. Если мы берем верхнюю часть, здесь говорится о первичной профилактике рака желудка при проведении эрадикации хеликобактер пилори. И если эта часть больше интересна, наверное, гастроэнтерологам, чем нам, то вторая часть в качестве вторичной профилактики рака желудка уже интересна больше конкретно нам, как онкологам. И они показали, что у пациентов, у которых был диагностирован рак желудка после эндоскопической резекции образования, у кого был выявлен хеликобактер пилори, проведение эрадикации позволило вдвое снизить риски развития метахронного рака желудка. И хотелось бы, наверное, отразить этот момент обязательного проведения эрадикации при локализованных раках желудка у наших пациентов. Наталья Сергеевна, наверное, тогда прокомментируйте. Потому что я вчера ради интереса скачал текущую, ну не текущую, текущую версию у нас где-то в недрах Минздрава лежит, предыдущая версия по раку желудка, и через Ctrl-F вбил пилори и получил ноль результатов. То есть у нас на 100 страниц текста про хеликобактер нет ни слова. И вот в предыдущей версии, может быть, в новой мы что-то вносили, но мне кажется, мы про профилактику точно ничего не писали. Вот, и вот как вы считаете? Нет, там есть про хеликобактер пилори, про профилактику, вы правы, там абсолютно ничего нет. Вот, и мы в своей... Да, и за, так сказать, вот этим внесением следует еще и, на мой взгляд, внесение некой поправки в методы диагностики, что гастроскопия из биопсии и обязательно тестирована геликобактер пилори, потому что это делается не всегда и не везде при диссеминированном раке желудка. Это тоже доказано, что эффективность повышается. Вот, и поэтому мы своим больным очень часто проводят. Это давно было показано, да, при самых ранних, потому что нас не определяли. Вот, поэтому я думаю, что это нужно внести. Так, дальше. Также хотелось бы увидеть в клинических рекомендациях небольшой раздел про наследственную предрасположенность, чтобы были бы указаны критерии, по которым мы можем выделить когорту пациентов, у которых высокий риск наличия наследственных синдромов, их дообследовать и уже и среди родственников проводить скрининг. Вот, про это в рекомендациях рака желудка не указано. Дальше. В рекомендациях русского указано, что при R1, R2 резекции или недостаточном объеме лимфодисекции, как опцией лечения является химио-лучевая терапия. Но про химиотерапию там не предлагается. Вот, хотелось бы все-таки в русской это тоже отразить, но в клинических рекомендациях Минздравы это указано. Там и химио-лучевая терапия, и химиотерапия как опцией лечения. Также стандартом лечения локализованной ракой желудка является переоперационная химиотерапия в режиме ФОД. Но нередко мы видим, что на втором блоке переоперационной химиотерапии в связи с плохой переносимостью нам требуется либо снижение доз, либо деэскалация режима до фолфокса. Это тоже нигде не прописано, и хотелось бы такую возможность официально иметь, чтобы при плохой переносимости мы могли перейти на более легкий режим, скажем так. Вот по первому пункту я отвечу, про второй, третий, Наталью Сергеевну попрошу прокомментировать. Если мы говорим про наследственную предрасположенность, то в клинических рекомендациях Русска у нас вообще нет такого пункта. Но этот пункт достаточно подробно расписан в клинических рекомендациях Минздрава. В этом году вот та версия, которая новая должна выйти, там по диффузному раку, такое прям подробное, это эссе расписали просто. Ну вот нужно ли нам расширять, вот может быть даже скорее коллеги, вот как вы скажете, наша практическая рекомендация Русска, это прежде всего по лекарственной терапии, они с этого начинались. Другое дело мы туда уже и в хирургию пошли, и показания к лучевой терапии, и первые стадии там уже стали включать, рассказывать. Но вот нужно ли нам включать еще дополнительные разделы, допустим, в колоректальный рак включили, да, Михаил Ильич? По-моему, там есть критерии к тестированию, амстердамские критерии представлены. Вот нужно ли нам во все остальные опухоли начинать это тоже включать или не нужно? Потому что вот в этом году, например, Владимир Михайлович Моисеенко сетовал, а он в русско ответственный за в целом организацию работы по клиническим рекомендациям, что у нас они пухнут и пухнут с хорошей точки зрения, по толщине книжки, от года к году. А исходно подразумевалось, что это должна быть какая-то простая карманная версия, на раз-два, на три странички открыл схемками, посмотрел, а кому хочется эссе почитать, ну, те идут в библиотеку и Минздравские клинреки читают. Вот, поэтому я не знаю, где баланс. Вот правда, как вот эксперт, вот как, может быть, вы считаете, как эксперты считают, нужно ли, да, Дмитрий Александрович, дополнять? Можно сделать отдельный раздел в этих рекомендациях про наследственные раки с какими-то вот, ну, тезисными, я не знаю, какими-то объемами, предлагающими объемы молекулярно-генетического тестирования, может быть, вот в этом аспекте? То есть, вне, допустим, рака, это вообще отдельно будет, наследственные формы, синдромы? А мы вот недавно, ну, какой-то конференции обсуждали вариант, что нам, как бы, был спор, опять же, пухлить дальше или же, наоборот, уменьшать до совсем тоненьких алгоритмов. А, на мой взгляд, нужно, пусть они пухнут дальше, всю информацию себя вводят, но для работы сделать действительно карманное издание к алгоритмам. Мы же, например, когда NCCN смотрим, мы смотрим алгоритмы, не идем дальше в Evidence Block, это уже совсем, когда нам очень интересно, и времени вот столько мы там начинаем смотреть, что там за исследование подтверждают эти стрелочки. Но принципиально я открываю, смотрю нужную мне стадию, смотрю, куда движется стрелочка, чтобы понимать, да, как лечить больного. Тут то же самое, на мой взгляд, да, они у нас уже, так скажем, совсем не карманные, даже там чемодан нужно, чтобы их перевозить скоро. Но вот делать, наоборот, какое-то издание или электронное, или какую-нибудь отдельную там небольшую раскладушечку такую, по нозологиям вот этими алгоритмами прописанными, как себя вести упрощенно, это, на мой взгляд, было бы полезно в реальной практике. Но это мое мнение. Ну дальше алгоритмов никто дальше и смотреть не будет. А вот, ну вот, правда, хороший вопрос. А давайте голосование проведем. Вот кто за то, чтобы сделать в виде блок-схем, ну как в НССН, наверное, да, мне нравится, он такой френдли, понятный такой алгоритм. Вот некий такой, может быть, может туда же табличку включить с дозами химиопрепаратов, вот что-то такое простенькое будет, весь колоректальный рак вместо, сколько там страниц, 60 страниц в этом году, Михаил Юрьевич, получилось, ну будет 6 страничек, допустим. Вот, это такой некий лайт вариант, ну и где-то будет еще в отдельной книжечке на полке пылиться, будет такой полноценный, хороший, суровый вариант. Вот кто за такой вариант? Вот так-то, вот. Валерий Михайлович обрадуется. Обрадуется. Хорошо, а кто против? Ну вот, нет, вот как есть, так и оставим. Нет, мы можем сделать здесь, электронный полноценный, да, чтобы экономить. Бумагу, да, а маленький действительно раскрученный. Маленький такой. Ну, в общем, надо будет подумать над дальнейшим движением, может быть, действительно сделать, это разнести эти два варианта. Так, ну, Наталья Сергеевна, я так заболтал всех, по второму и третьему пункту что скажете? Да, мне казалось, что химиотерапия-то как раз была прописана при Р1-Р2. В рекомендациях Мездрава это прописано, а в русском про это не говорится. В русском только как опция химия лучевая. Значит, нет, значит, это я просто пропустила, или может быть написано дальше. А в Ленрихах Мездрава есть две опции прописаны. Так, ну, а возможность доэскалации режимов до фалфокса, это наша практика, поэтому не посчитали. Но это, правда, не прописано. Ведь, действительно, больной флот получил до операции, еще ничего, а после операции он приходит в не очень хорошем состоянии, и ты на него смотришь, думаешь, господи, как вам флот давать, да, еще сходи погуляй. А отсрочка в начале лечения, да, точных данных нет, конечно, мы понимаем, что ничего хорошего не будет в перерыве. И, может быть, прописать врачам, что в такой ситуации ничего страшного, начните с фалфокса, пораньше, может быть. Улучшится он к следующему курсу, ну, снова до флота эскалируете, не улучшится. Он хотя бы фалфокс получит, чем он вообще ничего не получит. Может быть, это просто упомянуть, что такая опция возможна? Ну, в принципе, там же рекомендации не ограничиваются только флотом. Там и фалфокс указан, и кселокс указан. Да, фалфокс указан. То есть, да, то есть это, в принципе, доступные опции, поэтому не посчитали нужным конкретно вот эту ситуацию представить отдельно. Так, и последнее. Вот в клинических рекомендациях Минздрава рекомендуется определение MSI, HER2 и PDL статуса только местно распространенным неоперабелем или диссиминированной аденокарциномии желудка. В рекомендации Грузко прописано, что MSI при локализованном стоит смотреть для оценки потом назначения или не назначения дювантной терапии. Все-таки кажется, что эти молекулярно-генетические исследования нужно проводить всем пациентам, не только диссиминированным, потому что скоро появится больше доказательной базы неодевантной иммунотерапии, а мы до сих пор не определяем у этих пациентов статус MSI и PDL. То есть надо определять? Да. Хорошо. Ну тогда нам надо прописывать. Вот это... Ну тогда вот эти перечень вопросов, эту презентацию вчерашнюю присылайте, и мы к следующей версии, в общем, будем это учитывать. Да, получается, что есть ли какие-то еще комментарии у молодых онкологов? Это все, что вы хотели сказать? И даже не было просьбы включить в список экспертов рабочих групп? Ладно. Ну я, если позволите, буквально пару слов про то, что было Алексея Александровичом сказано вначале. На самом деле очень хорошо и четко структурированы тоже подходы, потому что, ну даже если мы начинаем от рака пищеводного, идем сверху вниз, то вспоминая исходно данные по исследованию КРОС, которые были получены на пятилетнем этапе, и последующие метаанализы, которые выходили, химиолучевая терапия против химиотерапии в неодевантном режиме, вспоминаем, что для плоскоклеточного рака и для аденокарцинома абсолютно разные результаты. Потому что если плоскоклеточный рак показывает двукратное увеличение общей выживаемости и двукратное увеличение частоты объективного ответа, то для аденокарцинома абсолютно нет закономерности, и на первом пятилетнем рубеже поданализ показывал отсутствие статистической соверности для группы аденокарцинома улучшения общей выживаемости, потому что в группу аденокарцинома вошли в том числе и раки максимального отдела желудка с переходом на пищевод, которые, конечно, представляют для себя все-таки рак желудка, и подход должен быть как раки желудка. Поэтому это и метаанализ показывал, что если для плоскоклеточного рака добавление лучевой терапии является обязательным фактором, то для аденокарцинома как раз нужно деэскалировать подходы и вполне адекватно проводить неодювантную химиотерапию. Результаты будут лучше. Правда, потом 10-летние результаты того же самого исследования КРОС показали все-таки статистически достоверную зависимость и для аденокарциномы. Но при этом исследования, которые выходили с применением переоперационного флота у больных раком максимального отдела желудка, показывали даже лучшую медиану общей выживаемости у больных с аденокарциномой. Поэтому абсолютно правильно, что, наверное, если для плоскоклеточного этап лучевой терапии является обязательным и схема КРОС является очень удобной, она, конечно, что называется, более сложна для пациента, потому что 42 ГРЭЯ – это месяц терапии плюс 4 еженедельные введения по китоксилкарбоплотин, то для аденокарциномы вполне адекватно провести 4 до операционных флота, то есть 4, как это называется, визита к врачу и последующая радикальная операция в объеме R0. Что касается рака максимального отдела желудка, вспоминаем исследование, я движусь уже сверху вниз, исследование тога, и вспоминаем, что в тоге у нас было 16% гиперэкспрессии именно у больных раком максимального отдела желудка, как правило, при экзофитной форме роста. И даже если на общий круг это было 16%, то отдельно для максимального отдела это, кажется, было 22%. И абсолютно закономерные данные, которые получают, комбинация, в принципе, на сегодняшний день недорогого тростозумаба с химиотерапией достоверно увеличивает частоту объективного ответа и частоту R0 резекции. А значит, в итоге, скорее всего, повлияет и на общую выживаемость. И тут, наверное, даже будет интересно все-таки вернуться к исследованиям тростозумаба в этой группе больных, потому что он, как сейчас принято говорить, финансово не очень токсичен, но при этом действительно достоверно увеличивает частоту объективного ответа. И, может быть, даже провести исследование с переоперационным назначением тростозумаба, хотя бы по аналогии с раком молочной железы, после радикальной операции R0, 6 месяцев адювантного тростозумаба. Почему бы и нет? И вполне возможно, что в общих результатах это в итоге даст улучшение показателей выживаемости. Ну и, так сказать, двигаясь вниз к опухолям печени и вне печеночно-желудочных протоков, конечно, необходимо разделять, потому что гепатоцеллюлярный рак и холангиоцеллюлярный рак абсолютно разные заболевания и разные подходы. А вот что касается гепатоцеллюлярного рака, и возвращаясь к схеме Брюкса, это барселонские критерии, и вот модифицированные критерии, которые вышли в этом году. На самом деле, вспоминаю исследование, кажется, 20-го года, японское, когда сочеталась трансартериальная химиомбилизация и системная терапия с арфенибом. И японцы там показали, насколько я помню, статистически достоверное улучшение выживаемости, только это ограничивается не одной трансартериальной химиомбилизацией, а это этапная трансартериальная химиомбилизация. Аналогичные исследования были в MD Anderson, точнее, в Memorial Sloan Kettering. Проведение трансартериальной химиомбилизации и системной терапии с арфенибом и улучшение выживаемости. Поэтому, на мой взгляд, очень интересное исследование, которое японцы сейчас опубликовали. Наверное, надо эту группу с учетом критериев барселонских, с учетом, конечно, четких стратификаций внутри групп BCLC-B от C. В группе B вполне, конечно, интересно рассматривать этапную химиомбилизацию и системную терапию как очень важную опцию в лечении. Может быть, Илья Анатольевич прокомментирует, но, на мой взгляд, такие опции были, и у меня даже есть пациенты, которые этапно получали эмбилизацию и системную терапию с арфенибом еще. По самому старому стандарту. Спасибо. Ну, наверное, как опцию можно было бы здесь ставить. В отдельной группе Билл сейчас ничего не сделают. Ну, вообще, когда собираются эти, эти специалисты собираются, выясняют, что в каждой клинике по-тихому все так делают. Конечно. Просто, наверное, не готовы пока афишировать это, что не готовы светиться, но в Питере так делают. У нас, в нашей больнице один больной такой есть. Ну, я и говорю, что сочетание все-таки практикуют. Чтобы не запутаться, у нас есть минута, чтобы не запутаться все-таки, вот исследование в онкоцентре, которое сейчас проводится. DCF против режима КРОС, химио-лучевая терапия с еженедельным пакликарбом при плоскоклеточном раке. Вот ваше мнение. Третий рукав уместен с тем, чтобы DCF, потом химио-лучевая терапия, ну, просто лучевая терапия, как при голове шеи. Да, то есть вы говорите о том, что лучевая терапия при плоскоклеточном раке – это обязательный этап, неодивантная лучевая терапия. Рандомизированное исследование, которое сейчас проводится в онкоцентре, это не подразумевает автоматически, как раз ставит этот вопрос. Вы говорите, что это решенный вопрос. Нет ли мнения, что вот на основании всего, что мы имеем, DCF с последующей лучевой терапией – это будет идеальный режим для наших пациентов? Или же идеальный режим будет химио-лучевая терапия? Или же идеальный режим будет DCF просто? Третий рукав, он уместен вот в этом исследовании. Понятно, что когда оно одно центро, он решится на третий рукав, достаточно тяжело. Но если бы это исследование поддержали бы все центры в России, как вы считаете? Или это доказанная вещь? Нет, я оперировал только данными метаанализов, которые недавно в какой-то из презентаций как раз приводил. Нет, с точки зрения исследовательских направлений вполне возможно провести анализ, ну только, допустим, мы говорим про модифицированный DCF в неоадювантном режиме, правильно? В предоперационном. Но включать отдельно рукав с этапным химиотерапией, потом лучевой терапией, я думаю, нет целесообразности, потому что, ну, на мой взгляд, скорее всего, во-первых, это удлинит время до хирургического этапа лечения, с другой стороны, может увеличить частоту осложнений. При этом, наверное, более практично просто сравнить агрессивный, наиболее агрессивный режим химиотерапии, в данном случае модифицированный DCF. Я помню, Наталья Сергеевна еще прекрасно показала возможности этого режима для рака желудка в свое время. И стандартную химио-лучевую терапию, но в варианте кросс, когда у нас переносимость химиотерапии вполне хорошая и токсичность не очень высокая, вот то, что Алексей Александрович показал. Но для плоскоклеточного рака все метаанализы показывают, что проведение просто химиотерапии в неоадюванте не так влияет на отдаленные результаты, как, в первую очередь, на частоту регрессии, частоту радикальных операций R0, как химио-лучевая конкурентная химиотерапия в абсолютно хорошо переносимом режиме до 42 грей на фоне еженедельного введения пакликарба. Вот мой взгляд со стороны. Мне кажется, интересно, конечно, было бы, действительно. В идеале бы, я бы сделал бы такую группу бы… Да, нет, а мы только про плоские говорим. Потому что вот какая роль неоадювантной химиотерапии перед химио-лучевой терапией? Не знаю при плоском раке. При аденкарциномии пищевода были такие исследования. Аджани делал небольшое исследование перед химио-лучевой терапией, проводил химиотерапию. Ничего это не дало. Хотя сейчас у них же это является, собственно, стандартом. Они делают теперь химиотерапию FullFox, смотрят по снижению СУВА, делают ПЭТ-КТ. И если ПЭТ-КТ плохо падает, то тогда химио-лучевая терапия будет уже не с FullFox, к примеру, а будет с пакликарба. Да, оно было, это Эртоговское исследование. Но они его как позитивно воспринимают. Хорошая публикация с Мемориус Лонг-Кеттеринга была. Их реальная клиническая практика. Много пациентов, где такой подход. Где, в общем, все свелось к тому, что нужно делать FullFox, а потом на фоне неодювантной, а потом на фоне FullFox с лучевой терапией облучать. А для плоского рака исследований таких не было. Де-факто мы вынуждены многим нашим больным перед лучевой терапией проводить химиотерапию. Потому что, а, они должны дойти до лучевого терапевта. Это непростая задача. Раз, его еще где-то найти нужно. Дальше, пациенты плохо питаются, пациенты ослаблены. Лучевая терапия начнется через месяц-полтора-два. И за это время с ним что-то надо делать. И поэтому вот это что-то мы проводим химиотерапию. Это и прописано в наших клинреках. Но вот эта химиотерапия, она улучшает ли отдаленные результаты? У меня есть очень большие сомнения в том, что от нее есть польза. Кроме того, что мы время выиграем. Да, ну, насчет отдаленных результатов не скажу. А вот то, что мы выигрываем время, не оставляя больного без лечения, и то, что мы улучшаем его соматический статус, а, соответственно, дисфагия у многих, так сказать, уходит на химиотерапию. И он лучше потом переносит химиолучевое лечение. Это точно. У меня еще много вопросов. Нам надо заканчивать. Спасибо всем. Встречаемся через 10 минут в 15.55.